Привет! Это видео записано специально для студентов нашей академии, так что если вы у нас не обучаетесь, вряд ли это видео будет вам полезным. Как известно, создание ритм-секции в электронной музыке может быть действительно сложным. И это в первую очередь касается звучания самих сэмплов, поэтому качественная ритм-секция ограничивается хорошими сэмплами и правильной их обработкой. Для своих собственных треков я всегда занимался лейрингом киков и снейров. И этот процесс меня, честно говоря, раздражает. Сначала нужно выбрать подходящие сэмплы, потом их правильно склеить и затем обработать. Для более простого лейринга я и придумал создать инструмент, который бы облегчил мне жизнь. Для улучшения процесса обучения мы решили раздать этот инструмент всем нашим студентам. Этот инструмент не VST, не AudioUnit, а он работает с плагином Reactor, который вам потребуется установить. Если ваш реактор ниже версии 5.9.0, то вам потребуется ее обновить. Для начала нажмите File, Open Ensemble и откройте этот инструмент. Для вашего удобства я подготовил несколько предустановленных пресетов. Но, безусловно, вам самим захочется создать свои собственные сэмплы. И для этого вам нужно будет выбрать пресеты User и Need. Это обнулит все настройки инструмента. После этого выберите, что вы хотите создать. Будь это Kick или Snare. Для этого вам нужно нажать соответствующие кнопки. Интерфейс я постарался сделать очень простым. Как вы видите, здесь три различных сэмплера. Сэмплеры с атаками киков, телами киков и хвостами. Для начала я предлагаю вам выбрать соответствующее звучание атаки, настроить пич, громкость, а также внизу сэмплера длину. Затем то же самое проделать с телом кика. Нужно вместе, совместно слушать с атакой, чтобы подобрать точное звучание, чтобы не было каких-то переходов слышно и так далее. Затем вы настроите длину сэмпла, также можно пич, и далее активируете басовый хвост. От басового хвоста зависит мощь низких частот данного кика. Ее также можно выбрать, одну из десяти, по-моему, сэмплов. И затем также вы можете настраивать громкость, пич и дополнительный фильтр для того, чтобы срезать какие-то высокие частоты, которые могли присутствовать в этом сэмпле. Хочу также обратить ваше внимание, что справа есть экранчик, где показывается вейвформ данного инструмента. Взгляните на этот рисунок, и относительно этого рисунка вы можете настроить соответствующие фазы для того, чтобы был сам кик более гладким, ну и, конечно же, красивым. Как и любой другой инструмент, здесь нужно создать миди-клип и поставить ноты, где будет играть данный сэмпл. Сразу вам скажу, что от высоты нот не меняется звучание данного инструмента. Теперь давайте откроем еще один инструмент и создадим уже снеер. Здесь я использую пресет, также уже создам миди-клип. И мы давайте с вами вместе попробуем доработать этот пресет. Изначально давайте отключим клэп и будем настраивать тело снейры. Выберем то, что нам подойдет по звучанию, а затем хвост этого снейра. Но если вдруг нам захочется, мы можем еще и выбрать и клэп в снейре. Продолжение следует... Ну и хотелось бы заметить, что после любого лейринга всегда требуется обработка. Я здесь добавлю компрессоры, глю компрессор Ableton Live, он отлично справится с задачей. Итак, если ты студент или им был, смело пиши нам в ВКонтакте или на почту, чтобы получить этот инструмент. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...